Когда я посмотрела в его глаза, все мои подозрения исчезли. Я уверена, что Силахтар любит меня. Но не знаю, каково будет будущее с ним. Причина этого волнения Тике Султан? Как я могу сделать это в то время, как моя сестра так сильно влюблена, Айлиф? Нельзя. Это невозможно. И если она только узнает, как я посмотрю ей в лицо, она ни за что не простит меня. Время лечит все, Султанша. Увидев, что ее чувства безответны, она лишится всяческих надежд. Ибрагим? А мне было не по себе. Значит, я все почувствовала. Ты думаешь о Касыме, я знаю. Но не мучайся так, все пройдет. Вставай, съешь что-нибудь, а то заболеешь. Давай, вставай. Надо поесть. Оставь меня одного, Тике. Я не хочу разговаривать. Уйди. Они говорят, что Шахзаде Касыму с каждым днем становится все хуже. Он не ест и слова не молвит. А Шахзаде Ибрагим из покоев совсем не выходит. А Джага, почему мы скрываем истину? Нам потом хуже будет. Тогда сама скажи все. Как я могу сказать такое? Ты знаешь, что мы ничего сделать не можем. Он убьет себя от этих мыслей. Ты помнишь слова якорши. Султанша водит вдали от горечи проблем. Войди. Я лично допросил стражника Султанша. Шахзаде в здравии. Он отправил свои приветствия. Сказал, что пусть Валидея не волнуется за меня. Как Ибрагим? Все хорошо, слава Всевышнему. Случившееся его огорчило, но он быстро принял все. Валидея, нам нужно поговорить. Отеке, поговорим позднее. Ибрагиму совсем не по себе. Он нездоров. Вы же сказали, что с ним все хорошо. Аллах, побереги мой разум. Субтитры создавал DimaTorzok Сынок, Ибрагим. Стоит ли так мучить себя? Касым в скором времени выйдет. Не сможет выйти, Валиде. Не сможет. Он и меня отправит туда. Ведь в свое время Касым предупреждал меня. Брат поставил конец вашему реагентству, потому что не хотел тени у своей власти. Черед должен был дойти до нас. Он был прав. Я говорил, что он не сделает подобного. Но он сделает. Убьет всех нас. Ты что, с ума сошел? Твой брат такого не сделает. Я даю тебе слово, что пока я жива, никто тебя не сможет убить. И кто же эти предатели? И иезуиты? Вести за Надалу тоже плохие. Один из моих пашей объединился с врагами и поднял бунт. Битва близка. Чтобы остановить восстание, я покину бунт. Позволил бы и мне прийти с тобой. Мы будем сражаться вместе бок о бок. Если я пожелаю, ты придешь, я знаю. Но я не могу позволить это. К тому же сейчас. Когда в твоем чреве наши дитя. Я не желаю расставаться с тобой, Мурат. Даже мысли об этом пугают. У меня тут совсем никого нет. Не думай так. Моя этики не оставит тебя одно. Ты знаешь, что я хочу сказать. Без тебя я буду считать себя одинокой. Останусь без своей второй половинки. Думаешь, я без тебя не одинок? Конечно, у нас выйдет и разлука. Нам не избежать этого. Но знай одно. Неважно, куда я пойду. Моей конечной целью будешь ты. Дружище, иди, иди, помоги. Держись за край крыльев. Ради воли Аллаха. Краю башни привяжи какую-нибудь веревку. Чтобы протянув ее, мы оказались прямиком у самого, самого верха этой башни. Эти лестницы однажды убьют меня. Не волнуйся, я сначала сам полечу, а потом и тебе крылья сделаю. Без крылой, клянусь, что когда я смотрю на тебя, я понимаю, насколько я бесполезный человек. Ну что ты, что ты? Ты, по крайней мере, писать можешь. Друг мой, я тебе об этом и говорю. Руки мои, в конце концов, не хотят писать о твоем ужасном конце. Друг мой, пойми, что у меня очень хорошая интуиция. Меня опечалит твой уход из этого мира. Всегда чувствуешь ужасное, всегда о моей смерти говоришь. Ты говоришь, что упаду вниз головой. Ты говоришь, что я не полечу. Хотя бы раз поверь мне, ну, прошу. Да, я тебе верю. Ты полетишь, скажи, ну. Да, ты сможешь. Ты полетишь. Полетишь. Но неприятно, что ты так сухо это сказал. Кроме того, ты полетишь до самой Венеры. Ну или же ты так сильно преувеличиваешь. Там же ты останешься, пока в судный день тебя не отправят обратно. Я сказал. Тебе понравилось? Ты счастлив? Да, спасибо. Без крылый. Вчера мы нашли священника. Корнелиуса. И? Пошли туда, где он прятался. Увиденное нами, когда мы вошли туда, было ужасно. Его убили и уложили на стол. В руки ему вложили книгу. А голову присоединили к стене. А над его головой огромная надпись. Большими красными буквами. И что там было? Салюта Морте. Смерть есть спасение. Почему это ты? Ой, ну хватит, хватит. Возьми за угол крыльев, держи. Друг мой, твое желание лететь ровно желанию смерти, ты понимаешь? Не болтай без умолку. Давай перевернем его, держи, вот так. Осторожно. Разве оно не слишком большое? Поднимай. Я сильно проголодалась. Что поделать? Приятного аппетита. Будь очень внимательна к тому, что ешь и пьешь. Не только для себя. Ну и для нашего ребёнка. Войди. Повелитель, я привёз то, что вы хотели. Что это? Кинжал, который может быть лишь у представителей династии. Отныне это твоё. Очень красиво. Надеюсь, что, как в прошлый раз, иншаллах, ты не протянешь и этот кинжал против меня. Это мы ещё посмотрим. Эстер? Султанша? Хорошо, что я тебя увидела. Я хотела поговорить с тобой. Правда? В чём дело? Это касается Силахтара. Мне известно о тайных отношениях между вами. Мой тебе совет. Перестань тешиться им, иначе моя валиде узнает, какие дела ты проворачиваешь. Султанша. Не знаю, кто вам это сказал, но ничего подобного нет. Я лишь предупрежу, а остальное уже в твоей компетенции. Султанша. Я слушаю тебя, Азайда и Фенди. Простите, что занимаю вас своими проблемами, но я вынужден. Вчера меня позвал повелитель. Обвинил меня в мятеже Ильяса Паши. Более того, обвинил меня в том, что я с ним заодно. Но откуда я мог узнать о его плохих намерениях, если даже его бывший представитель, Ехиа и Фенди, не разглядел в нём такого? Никто в твоей преданности не сомневается. Будь иначе, тебя бы тут не было. Однако ты дал неверные данные об Ильясе Паши, моему сыну-повелителю. И он тебя предупредил на будущее. Ты, услышав каждый раз слово, будешь приходить и жаловаться мне? Вам видны, султанша? Тогда пусть повелитель слушает нашего драгоценного Ехиа и Фенди. Как вы знаете, Ехиа и Фенди вас тоже очень любит. Здравствуйте. Они так и не поладят, очевидно. Скажи Синану Паше, пусть делает то, что должен. Как прикажете, султанша? Султанша, очевидно, что Айзаде и Фенди не в духе. Почему ты прибыла, Эстер? Вам стоит посмотреть некоторые документы. Я их принесла. Аллах, ты, ты, ты меня знаешь, Всевышний. Я, я до сих пор многих цветов аромат ощущал, но никогда сердце никому не разбивал. Всегда было воюдное желание. Ты был свидетелем. Теперь, надеюсь на твое величие, я принял решение полететь. Итак, Аллах, что происходит? Мухтарем, стой. Стой, ты чего? Ты куда? Будто каждый день летаешь, а? Хоть скажи, уповай на Аллаха, уповай на Аллаха, уповай на Аллаха. И благословить не надо? Благословляю. Да прекрати, отойди уже. Сейчас ветер перестанет дуть, уйди. Значит, вот как, да? Как? Не хочешь никого греть в случаях своей славы? Ничего подобного, отойди. Я упущу ветер. Давай хоть молитву прочтем, а? Прочти за мной вслед, отойди. Ладно, стой. Ну давай. Бисмилях. Давай, давай, вперед. Аллах! Молитва! Я лечу! Я лечу! Молитва! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Я присматривала DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 СинанПаша Достопочтенный Шейх Улислам Я слышал о том, что вчера стряслось Я удивлён, как вы смогли промолчать на такое оскорбление Ведь вы один из самых ученых людей своего времени. Не только я, но и Гюльбхар Султан очень огорчена. Это были мысли не повелителя, а окружающих его врагов. Их единственное желание – захватить власть. Рано или поздно справедливость восторжествует. Достопочтенный шейхул Ислам, Гюльбхар Султан хочет с вами увидеться в удобное для вас время. Синан Паша, передайте Султанше мое почтение. Но нам не следует встречаться. Как мы видим, повелитель даже в тени своей сомневается. Если вы поменяете мнение, просто дайте мне знать. и наиболее. Или ее наиболее извесите. Чтобы вы поменяете по повелитель variable жертвов, ставьте тесуны к реализации. Субтитры fro Eduist替 Валиде, вы меня звали? Что такое? Все мои дети разбивают мне сердце по очереди. Я слышала кое-что по поводу Силахтара Аги. Силахтар? У них с Атики тайная связь. Ты знаешь об этом? С чего вы взяли, Валиде? Кто так клевещет? Ничего подобного. Уверена? Уверена. Я бы знала, если бы это было правдой. Атики от меня ничего не скрывает. А потом, разве такое возможно? Замечательно. Так как такое даже не обсуждается. Не то что дочь. Я Силахтару даже грехи свои не отдам. Стража. Стража. Атики? Откуда Валиде узнала? Кто ей сказал? У меня есть предположение. Эстер. Точно она сказала. Эстер? А откуда она знает? Мы утром встречались. Я сказала ей держаться от Силахтара подальше. Иначе расскажу Валиде. Она же, чтобы спасти свою шкуру, выдала меня Валиде. Но я за это с нее спрошу. Атики, ты не будешь ничего делать. Ты уже увидела, что бывает, когда ты что-то делаешь. Держись подальше и от Силахтара, и от Эстер. Поняла? Стража. Мой Ахмед. Моя Ханзаде. Папа! Как дела, мой лев? Моя Ханзаде. Мой красивый ангелочек. В Кареме сладости раздавали. Нарин сказала, что у нас будет братик или сестричка. Она сказала правду. Вы обрадовались этому? Дай Аллах родиться Шахзаде, и я научу его сражаться на мечах. Нет, пусть будет сестра. А то я всегда остаюсь одна. Поздравляю, Повелитель. Положение Хатун уже у всех на устах. Осталось немного. Потерпите еще чуть-чуть. Надеюсь, Нарин. Султанша. Кучу Хахмед Паша прислал весть. Думаю, что это по поводу мятежа, Ильяса Паши. Я подумал, что вы захотите знать. А что с того, что я знаю? Если бы мой сын Повелитель меня слушал, то они все давно бы лишились головы. Но меня никто не слушает. Султанша. Беда мне от конца, Силахтар. Кто-то сказал в Элиде, что у вас в Сатике тайная связь. Кто сказал? Как такое сказать могли? Не знаю. А Тике думает, что это Эстер Хатун. Эстер? В Элиде была в бешенстве. Конечно, мы все отрицали. Однако она начала что-то подозревать. Теперь она просто так этого не оставит. Что мы будем делать, Силахтар? Султанша, вы не волнуйтесь. Ведь ничего подобного нет. А если В Элиде узнает о нас? Она даже слышать об этом не может. Если узнает правду, то беды не миновать. Рано или поздно все узнают. Я готов к любым трудностям. Хватит того, что вы со мной рядом. Как же мы, Силахтар, будем вместе. С одной стороны, любовь Этике к тебе. С другой, гнев Валиде. Про повелителя я молчу. Лучше всего закончить все, пока мы не зашли далеко. Ничего не получится, Силахтар. Между нами горы и моря. Мы никогда не будем вместе. Стража. Султанша. Хранитель покоев. Весточка для повелителя. Насколько я понял, дело важное. Войди. Повелитель. Это прислал Кучук Ахмед Паша. Валиде была права. Ильяс Паша собирается поднять мятеж. Ахмед Паша поехал следом, чтобы его остановить. Повелитель, что прикажете? Хусейн Ага, отправляйся в путь. Сообщи Ахмеду Паше, чтобы он все силы бросил на борьбу с этой собакой. И ты будь рядом для помощи. И поддержи. Как прикажете, повелитель? Приготовь все, Силахтар. Мы пойдем следом. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Войди. Гюльбахар Султан. Синан Паша. Добро пожаловать. Рад встрече. Рада встрече, достопочтенный Шелюх Ислам. Простите, Султанша. Вы ранее поговорить со мной хотели, но я только сейчас нашел подходящий момент. Я не буду ходить вокруг да около. Как вы тоже знаете, пора поставить конец эпохе Султана Мурата и Валиде Кюсэм Султан. Все с каждым днем становится хуже. Решение Султана Мурата относительно народа ведут нас всех по гибели. Мы знаем, что вы этим тоже недовольны. Что это значит? Не понимаю, чего вы... Чего вы от меня хотите? Если вы... поддержите меня и моего сына, то в ответ получите все, что заслуживаете. Единственный способ навести порядок в государстве — посадить на трон Шахзадеба и Зета. Султанша! Что вы такое говорите? Такие разговоры всех нас приведут к погибели. Мы погибнем, если будем бездействовать. Султан Мурат никого не щадит. Давайте сами напишем свою судьбу, пока не стало совсем поздно. Иначе у нас даже могил не будет. Мы приняли все меры, Паша. Они ни за что не подступятся к стене. Мы месяцами можем тут обороняться. Столько не понадобится. Персы, друзья, помогут нам. Субтитры создавал DimaTorzok Повелитель, добро пожаловать. Как обстоят дела, Хусей Нага? Докладывай. Как вы приказали, мы поехали на помощь Ахмету Паше. Армия Ляса Паше была разбита. Предатель, видя, что проигрывает, забрал с собой всех живых и скрылся в крепости. Значит, они тут скрываются? Крепость была укреплена. Стены еще очень крепкие. На это рассчитывает Ляс Паша. Не выходит за пределы крепости. Не выйдет он, так мы войдем. Лализар? Как султанша? Проснулась? Проснулась. Случилось чего? Что мы будем делать, я не знаю. Стража передала, что состояние Шехзаде Касыма совсем плохо. Нам надо сказать об этом, султанша. Если Шехзаде что-то случится, мы потом головы лишимся. Нельзя. Нам нужно решить все самим. Я отправлю врачей к Шехзаде. Пусть проверят. Если все и правда плохо, тогда все и расскажем. Хаджага! Что случилось с Касымом? Продолжение следует... Продолжение следует... Это та самая падшая, что живет в отдельном дворце. Пусть каждый услышит. Услышит и узнает. Вот оскуха. Стала любовницей падишаха. Не стыдится и в люди выходить. Тебе здесь не место, падшая. Потаскуха. Позорище. Позор. Умри. Позор. Потаскуха. Убирайся отсюда. Убирайся. Позор. Потаскуха. Откройте двери, я увижу Шехзаде. Простите, султанша, но это невозможно. Ты кто такой, чтобы не выполнять мой приказ? Немедленно открыть двери. Если с моим сыном что-то случится, я своими руками вас головы лишу. Кем он кешага? Что вы тут делаете? Как вы зашли в гарем? Откройте двери. Ага. Дверь. Открой. КОНЕЦ Пойдемте. Думаете, мы будем молчать на такой разврат? Нет? Позор! Они с ума посходили. Скорее уходим. Стража! Стража! Аккуратнее. Берегитесь. Стража! Принцесса! Принцесса! Вы в порядке? Принцесса! Принцесса! Стража! Принцесса! 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 Девушки отдыхают. Повелитель дал строгий приказ. Мы не можем позволить Шехзаде выйти. Нельзя, Валиде. Повелитель меня казнит. Нельзя. Не будет такого. Пока я жива, тебя никто не тронет. Пойдем. Валиде. Повелитель принял решение. Никто не может его спаривать. Даже вы. Закройте двери. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok